Информационная война это страшно. Я просто столкнулась сама с этим фактом. В прошлом году я получила Народного Украины, и я летала в Киев, мы хорошо общались с людьми, просто с людьми на улице. Я, конечно, видела их наивность, когда они говорили, что все будет классно, все будет замечательно, сейчас мы изберем нового президента, мы войдем в Евросоюз, у нас будет куча работы, куча денег, и все будет классно. Но, к сожалению, так не произошло, и пропаганда идет ужасная. У меня, к сожалению, были столкновения с человеком, ну как столкновения, я снялась в новом сериале и просто с человеком, которым мы общались ранее с Украиной, я ему пишу, вот у нас новый интернет-сериал вышел, пожалуйста, посмотрите, если будет возможность, добавьте свою группу. И он мне пишет, а что вы там типа того, что у вас тут такое происходит, вы там вас так всех одурили, что вы все там... У меня прям слова даже нет по этому поводу. Но настолько они считают, что мы не знаем истинных вещей, настолько они знают все это хорошо, как у нас ужасно поступил наша страна, Путин и наша армия, что они истребляют людей, но они не понимают, что это на самом деле идет от них, это идет от Киева. И вот это самое, конечно, страшное, когда люди начинают сталкиваться, вот я сама, у меня есть украинская кровь, у меня дедушка украинец. И мне вот это очень страшно и очень неприятно, потому что я всегда за позитив, за добро, я никогда не буду призывать к войне, я за мир, я полностью за мир. Я считаю, что самое лучшее сейчас решение, если у вас есть кто-то, контакты украинские, сводите к минимуму разговоры именно про это, общайтесь о себе, но не заводите, игнорируйте, ну просто игнорируйте, иначе сейчас, к сожалению, никак. Я попыталась объяснить, что это неправильно, и у меня так прилетело, что я никому не пожелаю. И все-таки будем надеяться на здравый смысл, что он победит, и все-таки мы с братьями славянами, ну не обязательно государствами объединимся, просто вот по-человечески. Будем продолжать дальше сотрудничать, общаться и... Peace.